Всем доброе утро! У меня утро началось с того, что я стирку загрузила. Я думаю, вы видите, порошок здесь корейский стоит. И вечером буду мыть ванну, но уже сейчас поставила вот это средство. Оно у меня в добивалочках для мытья ванны. Дальше, смотрите, я еще сделала сегодня очень хорошее полезное дело. Еще я чуть раньше вымола кисти, они уже начинают у меня подсыхать. Так что сделала очень хорошее сегодня дело. Кстати, смотрю в последнее время на Алиэкспресс, какие вообще наборы кистей продаются. Потому что мне нужны кисти именно для глаз. У меня вот две таких есть, которые прослужили мне, верой и правдой, очень долго. И покупала я их за три копейки, но они сейчас распушились и начали колоть века. В общем-то, они, видимо, отслужили свое, поэтому от двух таких нужно избавиться. И вот, в принципе, я даже уже чувствую немножко нехватку кистей. Потому что я мою кисти не каждый день после макияжа. То есть у меня вот используются все, потом я кучи вот так вот мою. И поэтому вот выбираю сейчас кисти. Если, девчонки, есть у вас какие-то на примете классные наборы, поскидывайте мне ссылочки. Ну и давайте проведем этот день вместе. У меня Коленька болеет, так что мы с ним на больничном. Но, тем не менее, я постараюсь какие-то дела сделать и постараюсь для вас снять влог. Слушайте, готовить буду сейчас нам с Колей обед и буду готовить такой яичный блин. Для этого мне нужны, конечно же, яйца, соли немножко и хочу добавить сыр. Вот прям так сыра захотелось. Тут они, он, вернее, да, тонко порезаны, поэтому одну или две пластинки на всю сковороду добавлю. При этом сковороду я не буду, сковороду, да, правильно говорите, я не буду наливать масло. Просто вот сейчас перемешаю яйца, зайду туда и прикрою крышу. Все, перемешала яйца с солью. Сейчас сковорода разогреется. Вот вроде бы сковороду, да, говорить правильно вот так ударение. Но так это непривычно, это вообще просто всегда все равно хочется говорить сковорода. Но вы, дорогие мои, напишите, как правильно все-таки говорить по-русски. Буду стараться, буду стараться. Ну и вообще, если где-то какие-то ошибки в произношении моей речи слышите, вы пишите. Я на это не обижаюсь, я только это приветствую, потому что хочется более правильно говорить. Кстати, сыр этот Гауда мы покупали в Лиделе, очень мне нравится. Ну вот настолько мне нравится у нас гости. Дядя и тетя часто бывают из Питера, они тоже этот сыр обожают. Так, тут Коля уже, конечно, банан принес, бросил. Также я вчера еще была в магазине, купила целую гору слив. Они сейчас очень вкусные в Ко-сити-маркете. И, конечно же, финские яблоки. Покупаю только финские яблоки, потому что они по вкусу точно такие же, как и из сада своего. Безумно вкусные. Также у меня здесь еще житель появился. Вот такой вот букетик. Очень красивый. Я, например, такое впервые вижу. Вот смотрите, это как капуста. Цветочная капуста. Боже мой, это так потрясающе. Гвоздика тоже очень красивая есть. Вот это вот розовые, наверное, тоже гвоздички, но они только-только начинают раскрываться. И вот такие вот беленькие. Нужно будет сейчас воду поменять, потому что вчера меняла воду и уже начало здесь немножко желтеть. Нужно будет капусточка. Нужно будет листики вот эти оборвать. Очень-очень мне нравятся такие необычные букеты. Смотрите, какой у этой капусты стебель. То есть я, конечно, как когда-то во влоге сказала, что розы люблю, но как бы кроме роз еще целая гора, целая куча разных красивых букетов. Вот. И, ну, мне кажется, это реально доказательство красивого букета. Единственное, что важно, не очень подходит по высоте. Но я сегодня еще обрежу, все поменяю, воду, листики, оборву, будет вообще красота. И, кстати говоря, для ужина выставила сюда на стол томатный такой соус. Наполи называется. В Лидоле купила, стоит недорого, но мне показалось, что состав такой неплохой. И смысл такой, что я хочу с фаршем этот соус сделать и сварить спагетти, наверное, или просто макарон. Короче, еще не решила, но вот выставила на стол. Хочу попробовать, есть ли смысл вот в таких вот соусах. Или просто можно купить кусочки томатов и радоваться жизни. Будем с вами пробовать. Смотрите, вот так вот этот блинчик уже яичный выглядит. Он был у меня под крышкой. И сейчас добавлю еще сыр. Первый раз я так сыра добавляю. Обычно просто яичный блин. Надеюсь, что он расплавится и будет очень вкусно. Ну, смотрите, сыр расплавился. Я себе половинку положила. Очень вкусно получилось. Поэтому, если вы обычно делали яичный блин, да, с онышко-кошень, у себя в тарелке, то можете попробовать и с сыром. Это действительно очень вкусно. Мне кажется, даже аппетитно выглядит. Так, у меня только что высохла стирка. Так что сейчас все это буду раскладывать, складывать по своим местам. Ну, немножко, в общем-то, займусь такими какими-то делами. И уже вторая стирка на подходе. Вот-вот закончит стиралка свою работу. Нужно будет развесить белье. Так, ну, я, в общем-то, без штатива. Хотя, кстати, вы мне скажете, хотели бы вы такие ролики, чтобы я, например, небольшой штативчик ставила, еле выговорила. Ну, и при этом, ну, как бы в быстрой съемке показывала, что я делаю. Может быть, это будет даже более мотивационно, чем так, как я снимаю сейчас. Ну, что вы думаете? К вечеру у меня все изменилось. Вспомнила, что вот-вот закончится срок годности у кефира. И вообще давно хотелось блинов. Поэтому, как вы видите, решила выпечь оладьи. Это вот у меня первая порция. У меня было где-то 750 мл кефира. Вот на это, в общем-то, на это количество кефира сделала тесто. Столько вот у меня получилось. Также сделала, обрезала свои цветочки. Вообще такие красивые. Сейчас буду готовить оладьи и просто любоваться. Как вы поняли, спагетти, в общем-то, в соусе у меня сегодня отменяется. Но это буду готовить завтра. И, в общем-то, решила этот влог растянуть на два дня. Потому что не сильно много я сегодня наснимала. Поэтому обязательно завтра мы с вами приготовим. И я скажу, вкусно или невкусно получается. Ну, а так вот сегодня на ужин у нас, может, конечно, не совсем полезно. Но я знаю, что очень вкусно. Будут оладьи со сметаной и с вареньем, которое мы в этом году с Мишей сами закатали. Не знаю еще с каким, с клубникой, либо с малиной. И то, и то вкусное. В общем-то, Миша как с работы придет, скажу ему, что подошел в подвал и взял варенье. Покажу, что у меня в итоге получится. В общем-то, не буду занимать ваше время и свое. Буду выпекать, потому что боюсь пропустить. Могу заболтаться и могут подгореть блинчики. Ты скушал еще хочешь? Да, вкусные, мама, блинчики. Ну, держи, зайка, держи. Я не знаю, где-то. Да, это смешный. Я не знаю, что я не знаю. Я знаю, что я не знаю. итак знаете что я решила делать все это дело не в сковороде в мультиварке может быть не полностью но по крайней мере фарш я решила протушить не обжарить и протушить чтобы было менее калорийно потому что хочется не очень много набрать скажем так мне во время беременности и это блюдо буду кушать тоже я поэтому попробую такой вариант посмотрим вкусно или нет здесь куриный фарш небольшая упаковочка я сейчас сразу посолю добавлю приправу песто и добавлю петрушки вот именно эти приправы мне захотелось добавить она протушится все это вместе немножко и потом покажу что буду готов делать дальше сюда я добавлю чуть-чуть водички чтобы все это тушилась действительно правильно тушилась не пригорела и в общем то непонятно во что превратилась воды добавлю совсем немножко потому что и в принципе фарша здесь немного ну и вообще фарш должен дать по идее и сока и жира но финский фарша особо этого не дает но вот этого количества воды хватит сейчас разобью разобью все комочками поставлю на тушение потом когда протушится в принципе я думаю минут 20 достаточно но посмотрим что у меня получится по времени 20-30 минут протушу затем я посмотрю что у меня получится по текстуре и уже выберу дальше я буду делать это на сковороде либо я буду дальше продолжать тушить все в мультиварке вот что у меня получилось все перемешалась стала однородной консистенции водичка с фаршем со специями все закрываю и тушу смотрите что мне в итоге получилось пахнет безумно вкусно поэтому я думаю что я продолжу тушить сейчас добавлю вот эту смесь который я вам показывал тоже пахнет очень вкусно добавлю перемешаю она жидкая и протушу еще совсем немножко все и мой соус будет к спагетти готов сейчас немножко рановато должен еще время есть поэтому я соус приготовлю закрою мультиварку пускай стоит и уже перед самым ужином я приготовлю спагетти смотрите какая красота получается это действительно очень ароматно скорее всего мне понравится посмотрим понравится ли миши я еще сюда чуть-чуть водички добавила чтобы была текстура такая более жидкая потому что еще протушится может быть минут 10-15 тоже может быть слегка но потеряет на свою жидкость не люблю густые соуса поэтому я добавила вы в принципе если любите любите густые можете не добавлять вообще шикарно выглядит шикарно пахнет прям ням-ням едем сейчас в хельсинки в русский магазин возможно зайдем еще в арабский в общем приедем я вам тогда покажу наши продуктовые покупки а и так дорогие мои покупок было много но сначала покажу покупки из русского магазина во первых это пельмени огромную пачку взяли 2 килограмма эти хорошие мы брали и ратышские называются реально очень хороший сейчас их уберу и продолжим дальше то что я очень хотела это сало взяли два вида 1 1 сало настоящее 2 бочковое вот так вот они выглядят очень вкусно что одно что второе также пряники майонез две упаковки также купили еще малосольные огурцы такие ни разу не пробовала не пробовали в этом году к сожалению я огурцы не закатала поэтому приходится покупать две пачки 20 процентного и сметана в этот очень вкусно эстонская также упаковка селедки здесь 220 грамм батон уже порезанным вкусный очень вкусно мне нравится пачка зефира хлеб такой вот соломку и еще то что я очень сильно хотела это щавель консервированный хочу сделать горячий супчик из него следующая порция покупок из лидола вот эти огурчики берем все время очень нравится планируем сделать оливье несколько упаковок макарон также кукуруза две баночки было куплено горошка две банки один лимон две упаковки у такого молока комнатной температуры это я хочу для пирожков это нам просто пить обычное молоко тоже две или три упаковки две пачки две штуки вернее шоколадки вот таких очень вкусный и две таких килограмм моркови и куриный фарш который мы очень любим так ну и покупки из арабского магазина во-первых сгущенное молоко смотрите даже по-русски было написано что сгущенное молоко на пробу взяла их кофе но на такое три в одном одно латте а второе обычное также взяли это по моему куриная колбаса на оливье как раз таки яйца которые берем всегда когда мы там вон потому что не такие вот хороший коричневый размер очень хорошие вкусные вафли на пробу они шоколадные небольшая упаковочка дальше палочки ватные цена была евро 40 и здесь количество 500 штук и стопроцентный хлопок поэтому взяла очень-очень выгодно получается носовые платочки тоже по моему были за 50 центов вообще выгодно мне кажется финляндии дешевле нет нигде также купили вот такие булочки если кто знает напишите как они называются вы прошлый раз брали они такие за эти безвкусные но и мне и коли очень понравились сосиски на пробу взяли финские ну вот если просто варить нам не нравится поэтому хотим попробовать вот эти сварить и взяли еще мешочек картошки она желтая финляндии я не помню когда вот в обычных магазинах мы брали именно желтая там вот в арабском магазине увидели уже второй раз берем нам понравилось по вкусу действительно вкусные все это были все наши покупки смотрите забыла вкусняшку вам показать затерялась среди дублей продуктов которые вам показывала 400 грамм печенье здесь вот разные виды очень сильно захотелось именно мне обычно я не любит печенье люблю всякие конфеты шоколадки но не печенье здесь вот прям захотелось попробовать мне кажется очень напоминает по внешнему виду наш такой российско белорусское печенье ну посмотрим будет ли она вкусная стоила по моему недорого может быть полтора евро или два максимум ну по моему что-то около полутора евро мы сейчас в магазине находимся в призме я решила пройти по отделу для дома мне вообще нужно ваза которая такая немного высоковатая и вот смотрите смотрю сейчас белую и как раз таки я белую хочу но то что есть в наличии на данный момент мне не очень нравится ой какой ангелок очень красиво если любите вот всякие статуэтки фигурки если любите дом украшать я думаю вам стоит обратить на них внимание красиво очень елочные игрушки они стеклянные стекло хрупко но зато мумики обезьянки смешные собачки тоже красиво интересно сейчас кстати золото очень модно в интерьере заметила поэтому если хотите что-то можно присмотреть также я увидела невероятно красивую расцветку невероятно красивую вазу она конечно дорого стоит 40 евро но это фирма арабия вот так вот это ваза выглядит только в другой расцветке с другим рисунком много других каких-то вазочек кстати вот такие я видела даже на алиэкспресс поэтому если хотите можете там поискать моя любимейшая серия у марки итала смотрите какой подсвечник красивый мне кажется можно использовать даже не только как подсвечник а даже какие-то соусы наливать я кстати подумываю о покупке коллекция рождественскую уже подъехала к нам тоже красивый подсвечники олененок интересный картина которая рядом тоже красиво мне понравилось дальше мы приехали в магазин токмане в общем как вы поняли мы закупили сначала продуктами а потом уже поехали по разным магазинам какие-то мелочи другие смотрите покупать увидела скидку на стаканчики с мумиками разные рисунки есть мне кажется на любой вкус и цвет 8 евро это тоже дороговато для одного стаканчика небольшого но муми как вы понимаете там где нарисованы муми это все очень дорого пластмассовые наборы модные нынче кружки но это из пластика ну а внутри просто такая бумажка бумажка рисунок люминар кстати в токмане можно найти знаю что в россии очень любят эту фирму беларуси тоже вот эти тарелочки привлекают уже мое внимание не в первый раз мне нравится расцветка на алиэкспресс тоже находила такие же такой же формы тарелки но других расцветок может быть и такие можно тоже найти поэтому если искали если интересуют вас они то посмотрите и на алиэкспресс также фирма и тала не помню как называется эта штука но она появилась в новой расцветке темного такого зеленого цвета очень красивая ну и тут вот вот видите написано что отдел копий это значит дом и ну все что нужно для дома много всякой но всякого текстиля салфеточки также есть опять же на любой вкус и цвет вот еще целая полка таких салфеток напишите кстати какие вы предпочитаете больше круглой формы либо прямоугольные ножи фискарса которых я не раз вам уже говорила очень их люблю люблю вообще эту фирму но обратите внимание если вам конечно ножи нужны и вообще эта фирма продается не только магазине только мне абсолютно в любом и в кассете маркете и в призме в любом скажем так доступном магазине также здесь же на этом стенде есть ножницы у меня вот такие вот оранжевые года два мне уже служит я абсолютно все могу ими порезать не затупились просто отличнейшие и коллекция новая я не знаю правда почему на нее скидка может быть это уже не новая коллекция что-то пропустила но мне она не очень понравилась по расцветке какая-то на хмурой темная но каждому свое так ну что дорогие хозяюшки после магазинов после всего вы не поверите чем я занялась я занялась уборкой ванной комнаты абсолютно все вы мало просто снизу доверху чему очень я рада сейчас хочу еще запустить стиральную машину поменяю последнее что осталось полотенце принесу сюда обратно корзину с бельем в общем то очень очень я довольна кстати мы ждем малыша я думаю вы помните если вы помните кому то интересно когда коля был совсем маленький мы его пеленали прямо на стиральной машины возле и рядышком у нас была в общем то еще полка для вещей но здесь я решила полку дополнительно не покупать никакую не подвесную не там типа пенала что-то в этом духе потому что то что у нас есть в принципе нам хватает ну и по опыту знаю что буквально здесь ну 4 ну максимум 5 месяцев пеленали мы и все на этом скорее всего так будет и со вторым ребенком я заказала классный органайзер на алиэкспресс я его уже получила вообще планирую сделать ролик наверное все таки со временем я сделаю отдельный ролик о покупках для малыша с алиэкспресс но если интересно напишите я тогда будут действительно вещи откладывать собирать и потом сниму для вас вот так что я уже так у меня тут кое-что когда-то стояло я уже постепенно это все освобождаю к рождению малыша вот поэтому стиральная машина без ничего но в принципе это удобно потому что когда у меня в один день несколько стирок я приношу сюда порошок кондиционер все это стоит нужно постоянно бегать бытовой шкаф так ладно я темы чуть-чуть конечно отвлеклась здесь абсолютно чисто вы мало конечно же вот это вот стеночку нашу все вот это вот вы мало ой боже мой как я как я рада хотя какие-то тут разводы небольшие остались в общем чистота на все сто процентов скажем так вот здесь тоже все чистенько мыло обратно поставила рассказывала вам недавно про малку про марку лбм заговариваясь немножко кому интересно ссылочку оставлю на тот влог но и но не могла себе отказать в удовольствие смотрите сколько уже использовала это лимитка этого года зимнее яблоко или как там они переведут на русский даже не знаю но вроде как это зимнее яблоко переводится очень вкусная классная мне это лимитка безумно понравилась буду еще покупать вот так что юля молодец кто молодец юля молодец юля собой очень очень довольна так замочек нужно обратно поставить хотя замочек этот не спасает в общем-то от коли умеет открывать закрывать но тем не менее так я знаете что хочу сегодня вам еще показать я купила несколько вещей для себя и для коли редко это делаю редко показываю хотя бы всегда говорите мне да да показывай так что я наверное сейчас сяду поставлю телефон на штатив и быстренько вам покажу несколько интересных покупок одежды для меня и для коли и несколько покупок для дома с магазина лидов может это тоже кому-то будет интересно нужно и важно давайте покупки покажу дайте сначала одежда а напоследок уже оставим интересненько для дома так во первых купила коленьки вот такую кофточку смотрите она идет с фламинго очень интересная ткань приятная ткань мягкая вот такой рукав у нее она приятная мягкая как изнутри так и снаружи покажу вам фирму вы знаете и не уже что покупала цена ее было 10 евро а вот призма в призме покупали а на скидочной вешалке я не нашла за 3 евро она конечно же нам большая немножко то есть она на вырост но вы представляете за 3 евро купить такую потрясающую кофточку мягкую классно конечно не могла я не купить далее купили горлышко такое не знаю как она называется но эта штука супер мега удобно для детей я в прошлом году коли покупала мы всю зиму относили во первых дети не любят шарфы не постоянно скидывают убирают им это неудобно шарфы их раздражает когда ребенку одеваешь вот такое горлышко который не просто горлышко который еще закрывает немного грудь сзади закрывает нет никаких щелей нет холода ребенок реально не заболеет не простудиться ему холодно не будет короче говоря это супер классная вещь так стопроцентный хлопок написано что а в одном размере все это идет и вот такая фирма тоже покупали так фокусирует тоже покупали в призме а за сколько я не помню может быть 8 евро или 10 ну что то такое но вещь это супер полезно поверьте у меня уже опыт был в прошлом году я осталась реально довольна также коли мы купили две маечки одна такая вот с трактором красная это очень тоже хорошая фирма финская из этой фирмы у нас очень много одежды мы я постоянно покупаем в коробке для детей когда ребенок рождается финляндии дают коробку также много было вещей этой фирмы или я реально довольна здесь футболка изготовлена из экологического материала размер 110 стоила на 10 евро мы купили за 5 тоже по скидке взяли еще одна футболка все то же самое и размер и фирма только вот такая серо-красная дальше я купила себе пижамку я конечно уже становлюсь слишком большой и нужно что-то покупать и в итоге нашла пижамку тоже со скидкой я не смотрела что-то такое по полной цене потому что возможно пижамка мне это ненадолго я купила за 7 евро но цена была 25 евро смотрите какая кофта как вам показать так вот маечка такая мне понравилось и здесь вылез мне понравились пуговички очень классно и такие цветные штанишки но приятные по материалу смысле приятные внизу но обычные штанишки знаете пижамные штанишки ничего такого вот все это покупки одежды также в лидере взяли пленку по моему берем уже ее не в первый раз такая вот обычная хорошая очень понравилась нам пленка и фольгу мы в лидере брали хорошие также я увидела набор ножей мне как раз требуется какие-то ножи такие скажем так расходники которые постоянно я использую покажу вот они и в общем-то решили взять решили рискнуть попробовать что за ну правда я вот сейчас думаю и не знаю можно ли посудомойки их использовать так здесь описание есть буклетик вот такой может быть здесь и написано можно ли мыть посудомойки два ножика ой какие они приятные на ощупь смотрите вот может быть здесь будет видно очень приятно слушайте так удобно в руке держать я вообще в восторге ну и второй ножик чуть поменьше я еще купила вещь о которой долго думала нужно не нужно тратиться не тратится есть разные этого куматор как вы поняли вот эти все покупки для дома они были сделаны в лидере вот такой вакууматор я сейчас его открою я вам его покажу ближайшее время буду испытывать буду пробовать с огромным удовольствием мне любопытно мне интересно мне хочется узнать что это как это по легенде как я слышала вакууматор продляет жизнь готовым блюдом в четыре раза то есть это один раз в неделю можно приготовить очень много разной еды завакуумировать это все ну не все половинку допустим и в конце недели уже открывать вот эти вот пакетики и кушать как свежая я очень хочу попробовать этот метод потому что на данный момент я работаю я я беременна я ко всему прочему мама я ко всему прочему хозяйка дел много времени мало очень мало поверьте и вот эта штука мне кажется должна меня очень хорошо выручить вот серьезно поэтому для меня она сейчас как никогда актуально интересно важно и полезно и очень хочется попробовать вот прям горю горю от нетерпения если у вас есть какой-либо вакууматор неважно какой я перед покупкой посмотрела на немецком сайте обзор на немецком языке но с русскими субтитрами и в общем-то мне понравилось я осталась под впечатлением к нему я купила конечно же мешочки ну пленку то есть она идет все одним таким размером просто нужно разрезать и отрезать те размеры которые нужны значит здесь три рулона всего три метра и ширина 20 сантиметров я купила несколько вариантов и пошире и поуже я думаю и те и те пригодятся так что давайте быстренько открою ооо смотрите внутри тоже была пленка здорово как я дополнительно их пленочки очень очень рада вот такая она кстати широкая качество мне кажется хорошее напишите еще под этим роликом такой очень очень важный ролик опрос не можно сказать получается так смотрите какие-то шнур очки будем разбираться что к чему если вам интересный небольшой обзор покупала я его в лидоли цена недорогая 30 евро и я могу снять короткий обзор немножко просто показать вблизи как он выглядит что к нему есть показать как он вакуумирует буквально там через пару недель через месяц могу сделать такой маленький обзор и рассказать свои первые впечатления можно так сказать до вакууматоре об этом и рассказать наблюдение действительно ли продляется срок хранения вкусно ли все как что какой еду как лучше вакуумировать если такое интересно тоже напишите так смотрите книжечка конечно есть но но на русском нету спасибо ну хорошо что на афинском есть все коробочка пустая и вот вот он мой красавчик ой какой он классный там можно было купить белый черный я конечно же купила белый как по-другому здесь вот разные режимы как я смотрела на сайте для сухого вакуумирования для влажного или просто запаять пакеты в общем несколько здесь режимчиков есть все это будем пробовать с вами открывается и внутри выглядит класс но я прям довольна очень довольна правда страшно даже закрывать правильно делаю неправильно очень очень довольна так все дорогие мои это все покупки влог нужно срочно заканчивать а то опять получается мега длинным и буду ждать обязательно ваших комментариев по поводу и покупок и вообще влога рассказывайте как у вас дела как у вас погода и у нас кстати уже был первый снег представляете я просто в шоке я реально я просто в шоке я наблюдала первый снег не гадана нежданно а вот он вот зима уже пришла не то что зима близко она вот уже уже пришла в финляндию не знаю правда как дальше тут пойдет дело с погодой и обязательно напишите нужен ли обзор на вакуумирование все дорогие мои я с вами прощаюсь до новых встреч пока пока